слава иисусу христу слава навеки богу святому доброе утро всем сегодня трансляцию делаю с утренней молитвы и благодарю бога за все все кто подключился вот сообщение шлют приветствую всех святых слава богу сегодня у нас до 30 августа вот и сегодня библейском счастливе 29 ава тоже заканчивается месяц of и заканчивается месяц август последних два дня августа и последних два дня месяца ав получается сегодня этим утром славлю господа иисуса христа который есть и первый и последний он есть тот кто есть и альфа и омега и начало и конец и первый и последний говорится о нем в писании в библии и это правда это действительно истина потому что все им сотворено и для него сотворено и во имя его иисус христос это великая тайна она раскрыта насколько это возможно для нас человеков но это лишь может быть одна из миллионов этих тайн потому что он иисус не просто земной человек не просто иисус христос вот мы говорим да не просто земной да обычно вот мужчина обычный человек проживший на земле там две тысячи лет назад нет от века сущий до роза приветствую доброе утро дорогие братья и сестры аллилуйя тамара то есть включился сейчас я но пусть вижу да тамара да доброе утро уважаемый владыков божьих вам благословений слава богу так в традиционном православе да так вот обращение у нас обычно попроще в нашей епархии так попроще как братья мы обращаемся друг к другу и сестры слава богу но официально владыка вот и благодарю бога всемогущего за раскрытие его тайны тайны иисуса христа в нас верующих он есть иисус христос и первый и последний начало конец альфа и омега и вообще удивительная история библия раскрывается о нем об иисусе вот в послании к евреям допустим начало самая первая глава до послания к мессианским евреям то есть к тем евреям кто что уверовали в иешуа как машиаха как мессию поэтому это такие мессианские евреи которым было обращено послание тогда 2000 лет назад она и сейчас актуально арсений доброе утро слава нашему господу как ребенок ваш арсений да потому что тоже переживает уже молюсь вот за ваше дитя значит и за вашу семью вот маякните как-то там что там вот и пусть господь благословит и полное исцеление дарует во имя иисуса христа и пусть бог благословит вас и вашу семью вчера вечером на вечерней молитве просто арсений написал как раз о там болезни о проблеме с ребенком значит и я так понял больницу обратились и там требуется операция и молились вчера за божественно сверхъестественное вмешательство в жизни ребенка арсения слава богу во имя иисуса христа благоставляю вас вот и братья и сестры и в послании к евреям да вот сейчас еще извиняюсь еще сообщение от арсения слава господу чувствует себя хорошо веру что он исцелил но тяжело верить в то чего что не видишь но вот да это брат дорогой вот это всегда братья и сестры не только к арсению сейчас говорю ко всем действительно это вот хождение по воде это всегда стресс такой вера это всегда стресс это да это не знаете ли такой даст с одной стороны это покой мир с одной стороны с другой стороны это стресс а хах вот доверие богу доверить ворцу доверия ему вот это приятно стресс приятного такое 2 поднать или то если без бога не вери это такой страдический стресс на это как бы какой sitzt депрессивный стресс это такой стресс в знаке а минус то она насчет вера это стресс только со знаком плюс это такой как больше как описать стресс этот как восторг как удивление как вот а вот эти серафима до серафы которые взывали друг о другу и они кричат свят 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 господь саваоф вот иллюстрация веры как раз это да арсений так как вчера и еще не испытывал что такое вера аллилуйя аллилуйя да спасибо тебе господь спасибо света должен написал да шалом дети любви аллилуйя шалом шалом света шалом всем святым всем кто во свете шалом всем детям любви аллилуйя спасибо тебе господь аллилуйя были чадами гнева ныне чада любви дети любви аллилуйя и вера это восторг это всегда удивление это все новое вера это вот даже обычные вещи вот просто за окном допустим там дерево да насчет там листочки обычные солнце пробивается сквозь насчета вера это всегда удивление неверие он не верующий человек не человек не веры да это всегда стакан наполовину пустой одним словом вот человек вера он всегда видит стакан наполовину полном это два разных мира человек веры он всегда видят удивляется каждому мгновению он вот потому что в боге то жизнь это постоянная а человек неверия он ну и что скажет но просто насчет там пятно просто насчетом да ну и солнце ну и что она была вчера третьего дня вот человек вера он удивляется всему часть неверой он никогда ничему уже не удивляется поэтому неверие это деградация это уничтожение это погибель а вера это жизнь это процветание это это исцеление это но благословение слава богу даниэль пишет да мир вам слава иисусу пусть господь вас благословит спасибо за молитву да аллилуйя слава тебе господь бог всемогущий благодарю тебя за это доброе утро удивляюсь красе твоей ты есть и альфа и омега и начало и конец первый и последний действительно боже это великая тайна раскрытая в писаниях особенно в послании к евреям мессианским евреям боже она действительно завораживает она удивляет нас это тайна спасибо тебе господь благодарю тебя бог святой ты так возлюбил мир возлюбил всех нас что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в тебя не погиб но имел жизнь вечную бесконечную счастливую пресчастливую жизнь вечную во христе иисусе господи нашим слава тебе мой бог и царь слава тебе великий государь слава тебе слава слава царство твое непоколебимое царство твое вечное боже царство земные они приходят и уходят но царство небес царство твое боже оно вечно и оно непоколебимо слава тебе господь благословен ты царь великий благословен ты царь царей господь господствующий бог богов аллилуйя братья сестры и в послании к евреям рассказывается в новом завете потрясающая тайна что иисуса христа немного приоткрывается вот завеса таинственности приоткрывается и открывается нам удивительная история что иисуса своего сына единородного своего отец каким-то образом скрывал изначально не только от нас от людей от человеческого рода но и от ангельского мира мира ангелов от этих народов будем так говорить ангельских потому что есть разные языки ангельские есть человеческие есть ангельские вот и можно предполагать конечно же что не то и как народы разные есть племена допустим на земле так и ангельские миры очень различны тем более что в библии описываются некоторые виды или как сказать ангелов да некоторые расы ангелов как бы можно так выразиться очень различные там серафимы херувимы да и там описание там колесов колесей исполнено все очей как бы это довольно очень странное существо значит да значит там и просто ангелы как вот человеки допустим да значит схожие с нами и вот значит только очень классные улыбающиеся довольны радостные вообще хотя столкновение с ними встречи с ними видимый контакт с ними значит там значит слуховой контакт с ними то это всегда для человечества стресс честно говорю да это правда библия поэтому говорится но они обычно сразу говорят божьи ангелы не бойся мир шалом да слава богу и вот рассказывается что в послании к мессианским евреям рассказывается что первородного во вселенную бог водил однажды в этот мир ангелов водил бог своего сына единородного это удивительная картина я полагаю что это была завораживающая картина служение каждое служение там на небесах с этими ангелами с этими народами многими ангельскими а прекрасно все эти расы все эти виды ангелов все множество ангелов миров этих ангельские миры они славили славили творца но внутри где-то намечался намечалась проблему уже бог ты видит все бог сердцеведец бог видят не только сердца человеческие бог видит и сердца ангельские бог видит каждого из нас как творец еще не возникла эта мысль у нас бог не видит уже совершенно наши мотивы видит и бог уже видел что мотивы многих ангелов они были уже не те и уже намечал видимо все было хорошо огромная церковь огромное служение но было на самом деле уже пробле проблема была уже и бог вскрыл эту болячку вскрыл и вот этим моментом вскрытия этой болячки был никто иной как сам сын божий единородный иисус христос мы его знаем как ишуа машиах иисус христос и удивительно когда вводил первородного во вселенную бог сказал и да поклонятся ему все ангелы божьи и конечно мы можем предполагать что примерно треть ангелов не совершила это поклонение вот это конечно же нарушала всю ангельскую теологию уже сложившуюся там господу богу твоему поклоняйся ему одному служи какой сын мы же все сыны божьи как еще сын и как что за единородный это нужно все менять это это нужно менять всю нашу теологию идеологии вообще все и как говорится первым бросил гитару лидер прославления он посчитал что это все ересь все уже церковь не та уже кто со мной этот герой начнем новое собрание здесь уже совсем не то все вот и примерно треть всех всего собрания покинула тут церковь ну и конечно бог наверняка сказал как вот иисус своим ученикам не хотите ли вы и вы тоже оставшиеся но михаэль михаил а кто как бог да воскликнул кто как бог наш аллилуйя аллилуйя как петр однажды воскликнул да тоже словами михаэля михаэль михаил он воскликнул тоже петр однажды кому нам идти ты имеешь глаголы вечной жизни пусть даже и непонятно сейчас нам эти глаголы пусть они кажутся нам странными то что ты делаешь вообще кажется странным но и непонятно пусть это взрывает наш мозг еврейский пусть это действительно она не вмещается сейчас в нас и она выше нашего понимания и не знаю поймем ли мы это вообще когда-нибудь в жизни вообще земной но ты имеешь глаголы вечной жизни это я точно знаю ты имеешь глаголы вечной жизни я точно уверен знаю что то что исходит из тебя то что ты говоришь пусть это не вмещается в мои мозги сейчас а пусть это выше моего религиозного всякого понимания моя теология трещит по швам просто-напросто но ты имеешь глаголы вечной жизни пусть моя форма вот эта сложившаяся она уже трещит и она лопается как треснула и лопнула у многих вот в собрании которые покинули в Иоанна написано 666 многие даже проповедники видят в этом нечто апокалипсическое такое какое-то совпадение трагическое 666 вот и оставили собрание они они ушли больше не приходили церковь Иисуса Христа она вся разошлась потому что осталось немногие ученики остались вот но они остались слава богу они остались и в мире ангельском также те кто остались те кто пусть да это их теологию ангельскую уже сложившуюся значит меняло как бы и видоизменяло значит да значит но они они влюбились в Иисуса одним словом они полюбили сына божьего потому что он был похож на папу они очень полюбили его и действительно великое чудо и у них до сих пор у этих ангелов все хорошо с богом все прекрасно а вот те кто у тех кто оставил собрание от вот как ветви отсохло вот и отпало вот и печальное зрелище до сегодняшнего дня и в человеческом роде нечто подобное тоже произошло 2000 лет назад сын божий пришел в этот мир как в украинской песне рождественской поется слово очее слова очее слова очее взяло нася тіло в темностях земли в темностях земли в темностях земли сонце засвятило Христос родився бог воплотився ангели співают царя витают поклін витают пастыр и играют чудо чудо повидают да на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на и ми рождено i ми рождено богу поклін даймо слава во вишних слава во вишних йому заспіваймо Христос родився, Бог воплотився, ангелы спевают. Слава Богу, родился Машиах не зимой, а осенью, напоминаю, о чем вчера говорил, да, значит, и он родился не 2019 лет назад, а немного раньше, вот, на 3,5 года раньше, чем это принято считать. Родился в сентябре, получается, да, осенью, вот, но это уже, так, это уже такая заметка путешествующего во времени, да, временном этом измерении, действительно, много удивительного. Вот, библейские праздники, они отличаются от наших человеческих, от церковных, от православных, протестантских, католических тем, что они вечные, они вечные, и они всегда говорят библейские, божьи праздники, в отличие от наших церковных, религиозных праздников, да, они говорят и о прошлом одновременно, и о сегодняшнем, и о будущем, то есть, вот, в этом уникальность. Наши человеческие, религиозные, там, православные, церковные, католические, протестантские праздники, там, значит, любые, иудейские, мусульманские, там, в разных культурах, в разных народах складываются еще свои какие-то дополнительные праздники, вот, это неизбежно, значит, Но, божьи праздники, когда он сказал, вот праздники мои, да, вот, они действительно говорят о вечности, вот, сегодня вечером мы будем начинать праздновать седьмой день, шаббат, субботу, поэтому, это праздник вечности, добро пожаловать в шесть часов вечера на трансляцию, как раз, встреча шаббата. Вот, а сегодня утро, вчера был, да, вот мы говорили вчера, вечер, был вечер, и утро, день шестой, поздравляю с днем шестым, поздравляю с пятницей, да, мы все немного пятницы, как у Робинзона была пятница, да, был пятница, вот, почему? Потому что пятница, потому что шестой день, потому что Бог сотворил человека в шестой день, вот, поэтому, это день рождения Адама, поэтому нашему пра-пра-пра-пра-пра, много раз пра-пра батюшке нашему, про отцу нашему Адаму, и нашей праматушке, наша прамама Ева, вот, happy birthday, с днем рождения вас, Ну, они родились в один день, да, значит, Бог создал нашего папу, да, а потом из него достал маму нашу, вот, и от них уже потом весь род человеческий, поэтому и Адам, и Ева, happy birthday to you, to you, to you, happy birthday, с днем рождения всех вас, с днем рождения Адам, с днем рождения Ева и Адам, с днем рождения всех вас, и всех нас, с днем рождения, потому что, создав человека, да, первую семью Адама и Ева, Бог создал и всех нас, запустил механизм удивительный, он бы мог, конечно, он бы мог создать, как и миры ангельские, сразу, вот, миллиарды, миллиарды родить, оба, на земле, да, и тогда была бы красота, вот, я думаю, была бы красота, если бы я был бы Бог, ну, не дай Бог, конечно, то тогда бы создал бы весь род человеческий сразу, с копом, зачем морочиться вот с этими рождениями, там, перерождениями, зачем, зачем, для чего, пусть все сразу живут миллиарды, миллиарды, тогда была бы вообще красота, чисто по-человечески говорю, это совершенно неправда, неправильно, конечно, но чисто по-человечески тогда это было бы более справедливо, но слава Богу, что Бог несправедлив, слава Богу, что Бог несправедлив совершенно, он истинен, он есть любовь, а любовь никогда несправедлива, Вот, и интересно, что он, если бы создал всех сразу, тогда бы проблема, если бы проблема возникла в семье Адама и Евы, то это была бы их проблема, она не касалась бы никак всех остальных. И сказали бы, все, это отпадшие, да, они поели запрещенного, все дало их из рая вон, из сердца вон, и забыли, что эти были, товарищи у нас, с нами в раю. Вот, но Бог запустил, в отличие от ангельских миров, временной поток, временное измерение, само время, механизм времени, река времени, удивительное творение Божье, само время, и мы рождаемся друг от друга, произрастаем дальше, 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 и это удивительно, в этом тварном мире, на этой земле, от края до краю, все так и происходит, и в растительном мире, и в животном, в мире птиц. Кстати, у меня на балконе поселилась голубка, пока меня не было, она там нашла, видят, балкон пустой, никого нет, и гнездышко свела, птенчика вывела, вот, за эти, за эту неделю, там, смотри, уже, уже подрос, уже товарищ, уже, уже скоро, наверное, будет, уже, даже, уже, крылышками там пытаться махать. Вот, вот, тоже чудо, на балконе у меня чудо теперь, вот, о матери с ребенком забочусь, там, водичку им подливаю, там, подсыпаю, корму теперь, ну, там, я так понимаю, прилетают еще и папа, видимо, на халяву там, значит, поесть, но, как бы, о маме с ребенком забочусь здесь, на балконе. Вот, еще у меня такая есть еще, забота неожиданная, нечаянная радость, как говорят в православии. Вот, и, знаете, действительно, Бог запустил механизм времени и есть ответственность друг за друга. И проблема Адама и Евы, это стало автоматически проблемой всех нас. Эцерара, в еврейской традиции называется, злое начало в человеке появилось с того самого времени. В христианской теологии это все развито в доктрине о первородном грехе, так называемом, да. Но, как ни называй, хрены, редьки не слащие. Это все одного поля ягода, это все одна проблема, это то зло, которое несет в себе человек дальше, дальше, дальше. Но, благодарение Богу за Иисуса Христа. Он не то, чтобы палочка-выручалочка, нет, он намного больше, он есть спаситель. И в мире ангелов, конечно же, был тест, им проведен через него такой, он стал камнем преткновения, камнем соблазна. Там, в миру ангельском, конечно, это взрыв мозга, как говорится, да. Но и в мире человеческом тоже шорох он навел, очень серьезно, и до сих пор. Являясь камнем преткновения, камнем соблазна, но всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И не только ангелы-счастливчики, которые приняли этот тест, прошли благополучно, но и в человеческом роде также. Евреи, неевреи, неважно, человек какой национальности, культуры, который прошел тест, тест сам Иисус Христос. Иисус Христос, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Кто влюбится в него, возлюбленного нашего, возлюбившего мир, будет спасен. Спасибо тебе, Господь. И он есть и Альфа, и Омега, на самом деле, и Альфа, и Омега. И первое слово за ним, и последнее слово за ним. И он стал для нас, Иисус Христос, новым Адамом. Да, это так. И два тысячелетия уже раскрывается в веках, в народах, раскрывается тайна нового Адама. Удивительная тайна, которая еще раскроется, потому что он еще есть и последний. В этом временном потоке он есть не только первый, он еще есть последний. Поэтому и первое слово за ним было. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И так же завершится. И последнее слово было у Бога, и слово было Бог непосредственно. Поэтому и первое слово за ним, и последнее слово будет за ним всегда. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо. И Бог во Христе примирил с Собою мир. Всех нас от падших, всех нас. потерянных, ангелов, человеков, всех-всех-всех, потому что Иисус Христос есть Агнец от века закланный, Агнец в вечности свершившееся тайное искупление бытия всего нашего, Аллилуйя, Аллилуйя, вселенское чудо свершилось тогда, 1989 лет тому назад, с половиной, на Голговском кресте, и Машиах, Иисус Христос, Христос, Иисус, он сказал, свершилось, воскликнул, свершилось, свершилось искупление рода людского, свершилось искупление рода человеческого, свершилось искупление всей вселенной, слава Тебе, Господь, благословен Бог наш, благословен Царь наш, Аллилуйя, Аминь. Братья и сестры, сегодня свершая хлебопреломление причастия Евхаристию, тела и крови Господа Иисуса Христа, я провозглашаю, Ты, Иисус Христос, есть и Альфа, и Омега, и Начало, и Конец. Возьмите себе хлебушка, я вчера в холодильнике нашел, оказывается, здесь еще есть кусочек лаваша, значит, у меня хлеб есть вот такой лаваш, да, мексиканский, кстати, он называется, вот, видимо, причастие с перчиком будет у меня. Вот, лаваш, неважно, какой хлеб возьмете вы сейчас, ржаной, там, какой еще, пшеничный, неважно. Вот, сухарики какие-нибудь, там, чипсы, не знаю, что, возьмите себе хлебушка какого-то, вот, значит, и налейте, даже если нет сока виноградного, просто воды. Это я купил уже к шабату, кстати, вот, у меня еще есть пачка есть, на шабат я купил, вот, сегодня вечером, вот, будем праздновать шабат. Ну, и сегодня еще приготовление, свечи надо купить тоже, приготовление, приборка в квартире, это, это всегда такая, знаете, вот, такая радостная, такая, вот, радостное состояние, приготовление к встрече с возлюбленным. Он всегда с нами, во все дни до скончания века, но есть какие-то особые прикосновения, особенные моменты такие, это потрясающе, это восхитительно. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Спасибо, что во временном этом измерении, во временном этом потоке есть особые времена остановок пребывания с Ним. Спасибо тебе, Господь, и всему всякое время есть под солнцем. Спасибо, 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 спасибо. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, утешителю дух истины. Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю. Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала тебе. Слава тебе, мой Бог и Царь, слава тебе, великий Государь. Слава тебе, Бог богов, Господь, господствующих, Царь всех царей. Слава тебе, ты есть и Альфа, и Омега, и Начало, и Конец. Благодарю тебя, мой Бог и Царь, благодарю Господь за жертвенную любовь Твою. Ты доказал однажды и навсегда всему нашему роду человеческому и всей вселенной, всем небожителям, всем-всем-всем, всем творениям своим доказал свою любовь в лице нового Адама. Ты доказал к нам свою любовь, да, и сотворяя ветхого Адама. Спасибо за нашего, про-про-про-про много раз, про отца и про маму нашу. Спасибо, добрым словом вспоминаем мы и Адама, и Еву ныне. Боже, сегодня, в этот шестой день, когда Ты сотворил их. Но, Господь, наипаче, благодарю Тебя, Господь, за нового Адама, который есть Иисус Христос, Спаситель Господь мой. Спасибо Тебе, спасибо, брат мой и друг мой, целитель мой и освободитель мой. И доколе Ты не вернешься, мы совершаем это таинство, ежедневно преломляя в простоте сердце хлеб по домам, преломляя хлеб, Боже, в евангельской этой простоте, Боже, воспоминая великую жертву, голговскую, цену великую, цену крови Твоей, которую Ты заплатил за нас, заплатил за весь этот мир, за всю вселенную. Слава Тебе, Господь, Агнец от века закланный, слава Тебе и хвала, слава Тебе и хвала, Господь, слава, слава, слава. Слава, слава, Агнцу Божьему, слава, слава, Агнцу Божьему. О, возвеличен Ты, Господь, достойный славы всей Агнец Божьей на престоле, слава Тебе, Господь, слава, слава Тебе и хвала, спасибо, спасибо за кровь Твою святую, пролитую на Голгофе, за тело Твое ломимое на кресте. Господь, Ты сказал, совершилось, Ты воскликнул, совершилось, спасибо Тебе, Господь, Ты жаждешь и совершилось искупление рода людского, спасибо, спасибо, Господь, спасибо. И сегодня благодарю Тебя за хлеб земной сей, Боже, благодарю Тебя, Господь, за хлеб земной, который, Боже, питает наше тело. А наипаче, благодарю Тебя, Господь, за хлеб небесный, благодарю Тебя за хлеб, сошедший с небес, за Иисуса Христа праведника, благодарю Тебя, Господь, за лозу земную и благодарю Тебя за лозу небесную, за Иисуса Христа великую небесную лозу. О, великий виноградарь, слава Тебе, слава Тебе и хвала, Боже всемогущий, слава, благослови, Господь, хлеб сей, и то, что в чаши сей, телом и кровью Твоей, быть и, Господь, слава Тебе, спасибо, 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 я принимаю с благодарением, Господь, Боже, хлеб сей, тело Иисуса Христа, тело моего Спасителя, Господа моего. Возлюбленного, плод винограда лозы, Господь, великий виноградарь, благодарю Тебя, благодарю Тебя, Господь, за лозу небесную, кровь Христа, аминь, тело Христа, аминь, пейте и ешьте, братья, сестры, таинство тела и крови Иисуса. Кровью Иисуса Христа, телом ломимом моего Спасителя, возлюбленного Господа моего Иисуса, я спасен навсегда, навсегда, навсегда. Я исцелен, я благоставлен всеми благословениями небес через кровь Агнца Божьего. Спасибо за эту благодать, спасибо за милость, спасибо за искупление всей Вселенной, спасибо, Господь, за кровь нового Адама, за жизнь нового Адама, который жив и сейчас, воскрес и жив вовеки, который в наших сердцах, который среди нас и который вновь грядет всемогущий, вседержитель. Аминь. Альфа и Аминь. 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 Да. Альфа и Омега. От А до Я В русском алфавите Он есть все буквы алфавита От первой до последней буквы От А до Я Аминь Какая Божья Абавага Дейга Весь алфавит Все бытие это Он Вся наша жизнь это Он Он, Он и только Он Иисус Христос А и Я Альфа-Аминь Аминь 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 Спасибо Господь Благодарю Тебя Господь За это великое таинство За таинство тела и крови Твоих Тело Твое и кровь Твоя Ныне это Я Ты это Я Я это Ты Спасибо Господь Спасибо И весь мир Боже Это Ты Ты искупил Весь этот мир От греха Ты спас всех нас Всю вселенную Ты искупил мир Ты искупил мир от греха Ты дал ему любовь и свет Зажег потухшие сердца И дал надежду Мы пред Тобою предстоим И каждый дорог для Тебя За все Отец Благодарим И превозносим Ты искупил мир от греха Ты искупил мир от греха Ты искупил Ты дал ему миру Всему миру Любовь и свет Зажег потухшие сердца И дал надежду Веру Надежду И любовь Мы пред Тобою предстоим И каждый дорог для Тебя Каждый Абсолютно каждый За все За все За все Отец Ава Отче Папочка Папа Сущий На небесах Да святится Имя Твое Да придет Царствие Твое Да будет Воля Твоя И на земле Как на небе За все Отец Благодарим И превозносим Слава Тебе И величие Слава В веках И народах Милость Твоя Безгранична Милость Твоя Во все Роды Слава Тебе И величие Слава В веках И народах Милость Твоя Безгранична Милость Твоя Во все Роды Спасибо Спасибо Господь Благодарю Тебя За милость Твою Рахем Милость Твоя Рахем Милость Твоя Рахем Милость 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 Слава Тебе Вечное 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 Искупление Навсегда 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 Спасибо Тебе Господь Многомилостивый Спасибо Тебе Господь Святой Благодарю Тебя Господь Это доброе утро Божьем Милости Еврейской Благостави Боже Нас На этот труд Сегодняшний И к вечеру Помоги нам Господь Успокоиться Помоги нам Прийти К миру В мир Боже И погрузиться В океан Твоей Любви Господь И пребывать Во времени Но и Вне времени В малом В одном дне Казалось бы Но великое В малом Спасибо Спасибо Тебе Господь Как и Ты Успокоился Боже Ты Господь Суетился Шесть дней Ты творил все Да Ты работал Но седьмой день Ты почил И Ты отдыхал Седьмой день Вместе с нашими Прародителями Там в раю Да С Адамом И Евой И каждую субботу С того времени На протяжении всех Почти шесть тысяч лет Пять тысяч Семьсот 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 Год Завершается уже Господь Каждый из суббот На протяжении всего этого времени Это напоминание Воспоминание О той Великой субботе Первой самой Очевидно Но Боже Суббота для нас Это воспоминание О рае А с другой стороны Это Пребывание Сейчас С Тобою И это Напоминание О будущем Суббота Это знак Будущего Благодарю Тебя За Скорое Возвращение Возвращайся Поскорее Господь Наш возлюбленный Иисус Гряди Господь Иисусе И церковь И дух И невесты Говорят Тебе Гряди Господи Иисусе Благодарю Тебя Господь За то И когда Ты Вернешься В тысячелетнем Царстве Твоем Вот действительно Святость Субботнего дня Вновь восстановится Как было в раю Так и снова Будет на земле И с суббота В субботу Люди будут приходить На поклонение Тебе Господь Да На протяжении Тысячи лет Будет такая Идиллия Спасибо Тебе Господь За То что было То что есть И то что будет Ты есть и альфа И омега Ты есть все буквы Алфавита От а до я Включительно И первое слово За тобой И последнее слово За тобой же Спасибо Тебе можно смело Доверять Боже Потому что действительно Ты есть и альфа И омега И начало И конец И первый И последний Слава Тебе Слава Тебе Господь Спасибо Что последнее слово Также будет За тобой Не за религиозными Лидерами Или политическими Лидерами Нет Нет За тобой Господь Спасибо Тебе Аминь Благоставляю вас всех Братья и сестры Марина пишет Слава Богу За все Инночка пишет Да Шалом Благоставение Стулы Благоставляю Свою супругу Драгоценную Инну Сергеевну Благоставляю Детишек наших Внуков наших Котов наших Всех наших Благоставляю Вот И здесь На балконе Птичку мою Голубушку Маму с ребенком Приютил Здесь получается Голубку с голубенком Благоставляю И в их лице Весь птичий мир Это целый мир Благоставляю Во имя Иисуса Это тоже наши соседи По нашей земле Но они чуть раньше Были сотворены Поэтому Мы обычно О животных Говорим О птицах Это братья Меньшие Наши Но на самом деле Немного наоборот Это старшие братья Потому что они И раньше были созданы В общем-то Богом Согласно Библии Это мы Самые младшие На этой земле Собственно Вот Родились Но правда Последние будут первыми Так и получилось Мы последние Но стали самыми первыми Человеки-то Ну ладно Вот Благоставляю всех вас Друзья Братья и сестры Благоставляю всех вас Во имя Господне Благоставляю сегодня Израиль Благоставляю сегодня Иерусалим Да Сегодня пятница Особенный день Такой Трогательный день Последних Приготовлений К шабату Вот Сегодня Благоставляю Вас на рабочих Ваших местах Вот В трудовых коллективах Благоставляю Во имя Господне Вот И К вечеру Соберемся Мы на встречу Шабата То что На протяжении Недели Мы там Где-то Экономили В пятницу Обычно Мы закупаемся Вот И Делаем праздничный стол Вот И Бог все усмотрит Аминь Вот И В 6 часов вечера Встречаем Шабат В субботу Господний Седьмой день День покоя Вот И будем покоиться С миром Слава Богу Ну а те кто не сможет Вечером подключиться То уже заранее говорю вам Шабат Шалом Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом Своим И Помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое На тебя И даст тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь Благоставляю вас Тоже и Роза Пишет Да будьте благословенны Братья и сестры Со встречи шабата Аллилуйя Благоставляю всех вас С миром Божьим Из города Киева С нашей Киевской архиепископией Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя Божьей милостью И благодатью Спасибо тебе Папочка Бог Архиепископ Сергей Журавлев С Богом Друзья Аллилуйя